Забывать о клубнике после сбора ягод нельзя. В это время она нуждается в еще большем уходе, чем во время плодоношения. Если правильно ее подготовить к холодам, она сможет хорошо плодоносить в следующем году. А если просто бросить кустики на участки, то ни о каком урожае и речи быть не может. В августе и сентябре клубнику обязательно нужно поливать, если нет проливных дождей. Чтобы корни легче перенесли зиму, они должны быть хорошо пропитаны водой. А если листья растения поражены болезнями, то в сентябре-октябре обязательно обрабатываем растения медным купоросом от вредителей. А еще очень важно засеять грядку с клубникой правильными сидератами. Идеально подходит горчица, овес, редька, рапс и фацелия. Именно благодаря сидератам в почве будут сохраняться питательные вещества. Сама земля будет разрыхлена, напитается азотом и не даст вырасти сорнякам. Когда сидераты вырастают на высоту 10 см, их срывают или выкашивают и оставляют в междурядьях в качестве мульчи. Она и защитит корни от холода и при разложении даст земле много азота. Также можно посадить озимый чеснок и укроп в сентябре, в междурядьях клубники, а по весне засеять туда календулу или бархатца. Ухаживайте за клубникой правильно и будете собирать шикарный урожай ежегодно. Но не забывайте, что кусты дают максимальный урожай на второй-третий год куста, а на четвертый их нужно удалять и сажать новые.